Это Дава Дым и мы находимся, как ни странно, в Грузии. Это кальянная Хука Плейс на Шота Руставели. И тут мы обнаружили бенгальскую линейку табака Азур. Собственно, в принципе, я про неё знал. Мне было интересно её, собственно, покурить. И я это сделал. И думаю, можно снять обзорчик. Почему? Потому что этой линейки нет в Америке. На данный момент её сейчас пока нет в России. Это только эксклюзивно для Грузии. Бенгальская линейка. Что такое бенгал? Вообще, объясню чуть попозже. Многие именно за этой линейки гонятся. Мы её, собственно, прокурили и поняли, что она довольно-таки прикольная и необычная. Для самых глупых с деревней, которых забанили в гугле. Что такое бенгал? Бенгал – это провинция в Индии. То же самое, что и кашмир – тоже провинция в Индии. Бенгал – немного другие специи, которые чуть-чуть помягче, поприятнее и не такие ебать как нудные. Для примера, если мы возьмём, допустим, кашмировую гуаву и будем её курить, то через какой-то промежуток времени кашмир нам надоест. То здесь бенгал, он очень плавно и приятно. Что касается новой упаковки на Азуре, она поменялась, стала производиться какой-то японской компанией. Пакетик стал приятнее и зип наконец-то, блядь, не пропускает. Потому что у меня полкухни реально в вытекшем Азуре. А что у нас здесь есть по вкусам? А это бенгал-лемон, это, собственно, бенгал-лимон, да, как догадались. Это юникорн. Собственно, многие скажут, что это гейский единорог, да, юникорн, как бы, но на самом деле это мята с попкорном. На запах, как мята альфакер, но мы её прокурили, и, собственно, как бы этот попкорн не так сильно чувствуется, как, допустим, хотелось бы. Бермудаминт, название соперское, да, прям, Бермудаминт залетает. А что касается этого вкуса, это мята а-ля супернова и сладкая мята. То есть, примерно для, как вам объяснить, то, когда ты куришь её чистым, а мы курили её чистым, чтобы понять вообще, что это такое, ты взрываешь всё это как супернова, но по истечению времени курения супернова плавно переходит в сладкую мяту. То есть, для миксов, для миксологии, для ребят, которые любят всё это смешивать, это очень круто. Чоколейт Минт. Это очень крутой вкус. Мы его не забивали, да, к нам? А, Чоколейт Минт у нас забиты. Это очень крутой вкус, и о нём мы сейчас попозже поговорим, когда будем взрывать вот этот вот кальянчик. А, и Вилла Ла Арчата. А, что касается этого вкуса, его нельзя путать с Танжирсом Арчата. То есть, здесь вкус совсем другой. Это название бренда Вилла Ла Арчата. То есть, вкус здесь совершенно другой. А, также в кальяны мы забили у нас на Мэтпире Бенгал Цитрус на Силикончике, чтобы примерно понимать, как каждый продукт будет куриться. А, Бенгал Персик у нас на СТшке, на Вуке. А, Цитрус Чоколейт у нас на Регале, на Фольге и на Чашечке Оу-Джи. И тут-то у нас забита Чашечка Бенгал Гуава. Она у нас на РФке и, собственно, Калауде. Давайте, наверное, начнём сверху и плавно перейдём вниз. Потому что фольгушечка сейчас сможет перегреться, и я не смогу это вообще курить. А, что касается крепости. Крепость здесь дело немного субъективное, потому что в Грузии эта курица немного по-другому. То есть, мы здесь покурили танжерс и поняли, что танжерс здесь курится очень лёгко. То есть, очень легко. Поэтому, как бы, в Грузии есть такая тема, сука, Джонни Дэв, блядь, ты меня сейчас убьёшь, нахуй. Ладно, идём дальше. По вкусу. Бенгал – это очень мягкий, приятный кашмир. Курица очень ровно, не перебивает остальные вкусы. У нас здесь чокуминт, и это реально прикольный чокуминт. Не просто какой-то оттенок шоколада с мятой, а это полноценная такая связанная часть. И когда ты куришь, ты прям просто куришь моно-вкус чокуминта. Не просто, когда ты куришь шоколад и отдельно мяту, а именно всё вместе. Что касается перегревов с этим табаком, их, в принципе, нет. Ты можешь его перегреть, но он очень быстро восстанавливается. Возможно, это отчасти Грузия делает такие, собственно, магические вещи, когда крепкий табак становится лёгким. А когда крепкое вино, можно пить бутылками здесь с утра, днём и вечером. По жаростойкости, очень жаростойкий, учитывая, что у нас здесь три фольга и прям забито, собственно, прям под крышечку, да, под фольгушечку. Очень круто. Довольно-таки хороший вкус. Я не скажу, что здесь все 100% хорошие вкусы. Есть, конечно же, и минусы почти в каждом вкусе, то есть в большинстве вкусов. А где-то какой-то аромат перебивает другой, и на протяжении всего курения ты только лишь в конце начинаешь вникать, что у тебя забито, когда раскрывается вторая часть, собственно, этого вкуса. Следующий у нас бенгаль гуава. Мне Джонни Депп подсказывает. Прошу прощения, потому что, ну, привычки, вы сами понимаете. Здесь гуава очень сильно проигрывает бенгалу. Почему? Потому что бенгал в данном соотношении гораздо сильнее. В принципе, по ощущениям, здесь бенгал на первой части, а гуава уже немного на заднем. Но по истечению времени курения ты понимаешь, что гуава начинает потом преобладать над бенгалом, и получается довольно-таки прикольный переход. То есть, когда тебе кальян начинает надоедать, какой-то вкус, то здесь меняется немного вкус, и ты как будто заново такой, о, новый кальян. По дымности все очень хорошо. Дымит, курица, что еще, собственно, в принципе надо. Табак по консистенции не сильно менструальный, то есть, но он не текет, а по шахте, по блюдце, и по всему остальному. Делается он, соответственно, в Америке. Почему многие не верят? Мне кажется, самое, наверное, дикое, потому что я с Азуром сотрудничаю, и основная часть, то есть, всей маркетинговой компании Азур, наконец-то доказать людям, что Азур производится в Америке, и это полностью американский продукт. Почему? Потому что вы можете спокойно зайти на такие сайты, как Five Star Hook'a и Hook'a John, и, собственно, увидеть, что у него продаются табаки Азур. То есть, я думаю, вряд ли бы Hook'a John или кто-то еще бы начал бы гонять с России или с Турции какое-то дерьмо, да, и продавать это, и этим гордиться. Идем к нашему следующему вкусу, это бенгал-цитрус. Он у нас забит на колодки, и курится он очень мягко. И, если честно, бенгал-цитрус начинает отдавать люто травой. На стадии, на первой тяжке, прям люто такой маячина пошла. Так вот, что касается бенгал-цитруса, то здесь преобладает цитрус, а бенгал просто лишь дополняет всю эту ароматику, и получается такой цитрус со специями. При курении его на силиконовой чашке ароматика немного притупляется, но при этом появляется более мягкость, более плавное курение, и если его спокойно забивать на силиконовой чашке, то можно спокойно накуривать свою девочку, да? Но жара немного не хватает, поэтому нужно было положить 4 угля. И, наверное, наш последний вкус – это бенгал-пич, и у нас маленькая техническая неполадочка с ебанными вуками, блядь. Решите ебучий этот вопрос, блядь, своим коннектором, я уже заебался просто постоянно гостям это объяснять, типа, блядь, не дрочите шланг, меня это дико бесит. Так, бенгальский персик. Это самый первый вкус, который я прокурил из этой линейки. А это не то чтобы персик, это персиковый чай с бенгалом. Мне кажется, так будет более плавное объяснение этого вкуса. По крепости еще раз накуривает плавно. Я вот сколько? Раз, два, три, четыре. Силикон мы не считаем, и меня начинает немного вести. Связано это с многими факторами в том, что над продуктом реально работали и пытались донести в сам продукт, что нужно, что не нужно. Я общался с производителем, он мне сказал, что фокус-группа была из 50 человек, именно хороших, ярких курильщиков. За счет этого они вывели такую, собственно, формулу. И это вроде как последняя, финальная формула табака-зуб. Были до этого еще первые, вторую мы прокуривали, уже дегустация была в Москве, и третья это уже финальная, как я, собственно, и говорил. Что касается консистенции, то, как я и говорил, табак не менструальный, он очень плавный, не глина, не ебаный пластилин. Вы уже понимаете, да, к чему отсылочки уходят. Я думаю, этот продукт очень сильно зайдет в России, и особенно любителям покрепче. Почему? Потому что здесь он курится так, мягко, приятно. Но в России он может куриться по-другому, и это уже стопроцентно доказано, что с российским климатом, воздухом, и всеми-всеми вот этими мусорными факторами любой табак курится немного пожестче и покрепче. Плюс немного разная температура курения. Если мы в Москве любим чуть больше давать жару, то он будет раскрываться соответственно немного по-другому. И, собственно, я заберу пару патчек в Москву, там прокурю, и думаю, такой будет маленький эксперимент на тему того, что в разных регионах, в разных странах одинаковый табак курится по-разному. И многие этого понять не могут. Я такому моменту придумал маленькую формулировку, как кальянный диалект. Есть диалект языка, а есть именно табачный диалект, когда Астрахань никогда не поймет московские кальяны, и когда Питер никогда не поймет новосибирские кальяны, потому что они отличаются из-за чего этого, когда ты, новосибирец, приезжаешь в Москву, и мне лично говоришь в лицо, у вас в Москве кальяны говно. Так вот, я могу так же сказать, что как не москвичного, который живет и работает в Москве, что в Новосибирске вы ебанутые курить на фанале на 5,25 углях. Понимаете, о чем я говорю? Так же и с табаком. Где-то скажут, что табак пиздатый, а где-то скажут, что табак говно. Но это лишь все именно в этот табачный диалект. И в оконцовочке, что хочу сказать про Азур бенгальскую линейку, о том, что ребята хорошо поработали, и это реально очень круто. По ароматике и по самому бенгалу. То есть, он не так сильно надоедает, как хотелось бы, чтобы он надоедал. Многие любят приторное. Многих тошнит от этих специй. Но здесь они так завуалированы под табак, что они очень приятны. И когда ты куришь, ты просто не замечаешь. Ты просто наслаждаешься ароматикой, и не думаешь, что ты куришь какие-то бенгальские специи. Поэтому это Дава Дым, это Хука Плейс на Руставели. Грузия. Новая линеечка от Азура. Бенгал. Пока.